Москва. Институт научной информации по общественным наукам РАН. В этих стенах состоялось общее собрание РИО, высшего органа управления общества. Ежегодно на нем обсуждаются приоритеты в области исторического просвещения, определяется стратегия реализации научных и образовательных проектов членов РИО. На этот раз предлагаю уделить внимание 80-летию коренного перелома Великой Отечественной войне. Годовщины великих побед в Сталинградской и Курской битвах, каждая из которых начиналась с оборонительного этапа и завершалась полным разгромом противника, во многом перекликаются с героическими усилиями российской армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазове и на Донбассе. Хотя, думаю, правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины. Сегодня в Ленинградской области по инициативе Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества полным ходом идет возведение мемориального комплекса мирным советским гражданам, ставших жертвами Великой Отечественной войны. В этих событиях 80-летней давности легко отыскиваются параллели с трагическими событиями на Донбассе и в Приазовье. Вовлечение историков Новороссии в реализацию общероссийских исследовательских и просветительских проектов придает новый импульс развитию отечественной исторической науки. Активную работу ведет созданная по инициативе Рио межмузейная группа. На основе собранного ее участниками материала по всей стране проводятся востребованные выставки из цикла «Обыкновенный нацизм». Повестка общего собрания очень насыщенная. Многие члены Рио реализуют собственные проекты, проводят конференции и круглые столы, организуют выставки и снимают документальные фильмы, издают качественную научно-просветительскую литературу. Наша задача, задача Российского исторического общества в связи с этим, я думаю, заключается в том, чтобы поддержать исследовательские, издательские проекты, раскрывающие объективно, с научных позиций, те проблемы, которые связаны с началом войны, а также продумать формы донесения результатов наших проектов до широкой аудитории. Нужны, конечно же, и выставки, нужны фильмы, нужны публикации документов. Не менее успешно развивается международное сотрудничество историков. Выстроена работа с Китайской Академией общественных наук. Предстоит разговор с зарубежными учеными и на площадках будущего саммита Россия-Африка и Восточного экономического форума. Мы должны активно участвовать в проекте, который был предложен и поддержан лично президентом, связанный с участием ученых в подготовке предложений по выработке нового миропорядка. Это серьезная работа, в ней участвуют очень тоже многие институты. Я хотел проинформировать, что в начале октября институт всеобщей истории проводит очень большую международную конференцию по теме происхождения международно-политических систем, начиная с Фестфальской 17 века, Венской, 19 века, Версаль и Ялта-Поздан 20 век, где будут рассмотрены и вопросы, связанные с опыта этих систем для современного формирования сегодняшнего современного миропорядка. Серьезные достижения есть и в сфере развития высшего исторического образования. Идет внедрение новой концепции преподавания курса истории России на неисторических специальностях и направлениях подготовки. Уже с 1 сентября каждый, кто получает высшее образование в России, будет осваивать курс отечественной истории в большем объеме и на более качественном уровне. Отмечу, что все предложения, переданные российским историческим обществом, были учтены министерством в полном объеме. Кстати, интересные цифры информации к размышлениям. Средний балл ЕГЭ у поступающих на исторические специальности по итогам прошлогодней приемной кампании немного вырос и превысил 78. А по всем специальностям, по всем остальным специальностям, средний балл был заметно ниже, 71 с небольшим. А по средней заработной плате после окончания университета. Среди наших направлений подготовки заметно лидируют документоведение и архивоведение. Думаю, уважаемый Андрей Николаевич, есть повод подумать об увеличении контрольных цифр приема конкретно по этому направлению, ведь Росархив тоже является центром ответственности. Успешный опыт координации просветительских усилий членов РИО позволяет перейти и к расстановке приоритетов в научно-исследовательской работе ведущих гуманитарных академических институтов. Речь идет не о том, чтобы учить историков истории, а о выработке консолидированного ответа профессионального сообщества на актуальные запросы государства и общества. Один из юбилеев, который будет отмечаться в будущем году, 300-летие Российской Академии. И это действительно важный юбилей, поскольку это не только юбилей Академии как институции, как ведомства, сколько юбилей науки в нашей стране. Общим собранием были приняты и организационные решения. По итогам заседания Руслан Гакуев был утвержден в должности председателя правления Российского исторического общества и введен в состав президиума РИО. В свою очередь, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский избран сопредседателем общества. Произошла ротация членов Совета РИО. Общество пополнили новые физические и юридические лица. Кроме того, в обновленный состав Совета РИО вошли сразу несколько видных историков. Служба информации фонда «История Отечества».